Расскажи, как тебе впечатление, ну, наверное, давая от главного такого события вечера, негласного, Гаджи, возвращения, оправдало твои ожидания? Блин, ну, смотря в чем были мои ожидания, даже сам не знаю, что бы оправдал. Я надеялся на то, что, когда он мне показывал свою руку поврежденную, и что вот она совсем себя плохо чувствует, что просто у него такой план заставить всех думать, что рука прям совсем плохо себя чувствует и не до конца заживает. А на деле, ну, выяснилось, что там действительно очень серьезные проблемы. И, ну, с такой травмой я не понимаю, как это, как он может на самом деле продолжать строить именно профессиональную карьеру. Ничего о нем, я плохого в этом не имею, но, типа, считаю, что очень большое достижение он сделал, и вообще в серьезную авантюру ввязывался, решая изначально весь бой проводить просто на одной, даже не на левой, а на правой руке. Мне кажется, что на левой руке для правши посподручнее драться, потому что можно хотя бы дистанцию как-то держать, не подпускать и натыкивать, а на одной сильнейшей руке двадцать пять раундов, это очень интересное, ну, даже не интересное, ну, короче, героический поступок, я бы это так назвал, выполнил все свои обязательства, сдержал свое слово, вышел. Поэтому я считаю, что он молодец, и тут я вообще в эти решения никак не лезу, потому что, теряясь против однорукого по факту человека, если ты хочешь выигрывать, это надо делать гораздо увереннее, чем это делал Родригес, поэтому тут меня все устраивает. Считаю, что Гаджи молодец. Ну, и вот сейчас оценить вероятность боя с Олегом, насколько он нужен, возможен, то есть много факторов теперь есть. Ну, лично мне в Тупдоге не нужен этот бой, и чтобы вот он дрался, если он еще будет драться тоже, чтобы он сразу дрался с помечом, ну, мне бы этого тоже не хотелось, хотя я не знаю, что там может измениться, потому что рука уже, мне кажется, лучше не станет. И, ну, смотря какие цели, кто будет в этом поединке преследовать. Для Олега это уже, ну, не выигрышная ситуация, потому что раньше, если все думали, была какая-то интрига и надежда, что он все нормально... Ну, это просто нечестно, я считаю, биться Олегу против Гаджи, который находится, ну, если у него будет такое же состояние по здоровью. Говорят же про тяжелый вес особенно, что, типа, вот один удар может все решить, не та ситуация? Один удар ты можешь все решить, но тебе, чтобы донести этот удар, удар же не одной рукой делается, тебе там надо его как-то прятать, отвлекать и так далее. А ты с одной правой рукой, ну, не знаю, вот Родригесу можно донести, ну, там за пять раундов можно, мне кажется, как-то уже понять, что человек только одной рукой работает, только чего надо опасаться. Поэтому, да нет, ну, это неправильно, ну, лично для меня неправильно было бы ставить Олег. Если, как какой-то завершающий, там, может быть, карьеру Гаджи, и он сам этого вызова для себя хочет, там, и борется со своими какими-то внутренними делами, что-то хочет доказать прежде всего самому себе, то из таких целей это было бы можно делать, но это уже только работа идет на Гаджи. Олегу, я считаю, не нужен такой бой. По бою Тарабрин-Наим, я так понимаю, ты вот разговаривал с Николаем Клименко после турнира. Обсуждали ли вы в том числе решение по этому бою? Остался ли ты при своем мнении? Понятно, что ты, наверное, не пересматривал бой? Пересматривал, нет. Ну, с Николаем общался, но я изначально говорил, что Николай же пишет записки, и это и судьи не РСС, а судьи Федерации бокса, поэтому думать о том, что там какой-то умысел РСС, что-то там сделать, ну, у меня лично таких мыслей нет. Говорить сейчас, что там кто-то супер неправильно что-то посчитал, я не могу, потому что я сам этого еще не сделал. Потому что у меня есть вопросы к тому, как в принципе Федерация бокса оценивает поединки, это да. Но я, опять-таки, еще не посчитал сам, это первый момент. А другой, что не нужно просто до таких ситуаций доводить. Хоть и они выбрали такой геймплан, и для меня он был выигрышным, то есть я видел, что он закончил с победы на има, но с таким принципиальным, как бы не соперником, а в таком принципиальном противостоянии, до таких близких, возможно, чтобы у кого-то оставались какие-то мысли, что, может быть, выиграл тот или вот так, ну, лучше просто не доводить. И все понятно, что бои могут получаться с каждым, я на нем вообще ни в коем случае не виню, а только его поддерживаю. Но, в принципе, вот, всю свою позицию-то я изложил по этому поводу. Мне интересно, знаешь, у тебя, ну, как бы, вполне себе всегда объяснимая позиция, что топ-док – лучшая кулачная лига мира, что если будет стенка на стенку, то это будет победа стопроцентная. Этот бой тебя хоть как-то в этом мнении, ну, не знаю, подшатывает? Я уже не говорю, что большинство. Да нет, ну, я спокойно к этому, к всему результату отношусь, потому что тем интереснее будет и лучше. Никогда есть какой-то суперявный фаворит «Эндердог», когда есть какая-то интрига. И, как я уже говорил, нельзя же все время выигрывать, потому что мы достаточно долго. Это сейчас вот все смотрят, и заголовки еще такие, что Никулин победил победу, но Никулин не победил, он подрался в ничью и по правилу четвертого раунда, к чему у меня тоже претензий нет, потому что на эти правила изначально все соглашались, когда выходили там драться. Не надо, во-первых, доводить до таких близких, как я уже сказал. А другое, что тем интереснее нельзя все время выигрывать, и тем интереснее будет, если такое случится. Вот и все. Но тут стоит учитывать все равно, где это проводится. И, допустим, вот сейчас был бой Наима с Мачете на РССИ. Если бы этот бой был в этот же день, при абсолютно той же самой подготовке на Тупдоге, это был бы совершенно другой бой. Потому что, как сегодня выяснилось, у нас и правила отличаются от всех остальных кулачек. Если бы это был бой в тот же самый день, при той же самой подготовке на Хардкоре, это был бы опять другой бой. Поэтому тут очень многое зависит от площадки. И, мне кажется, более объективное будет, если это произойдет на каком-то вот таком вот турнире, чтобы все вопросы закрывать. А вот так, ну, можно собирать вот эту статистику, можно там поднимать. У нас сегодня дралось три бойца, из которых два одержали победу. Ну, возможно, и три, но мы говорим уже о самих решениях. Вчера дралось два наших бойца, из которых один выиграл, один подрался в ничью. И вот один боец Хардкор и выиграл. Другой прошел по ничье. Но у всех очень большое желание увидеть, как вот Топдок споткнулся. Я в этом всем оцениваю вот так со стороны. Вижу ту картину, которую я видел давным-давно ранее вместе со своей командой, что Топдок очень любит народ. И Топдок – это промоушен народа, грубо говоря. Но который очень не любит наверху. И то есть, если мы возьмем даже объявление на РНТВ. Чемпион кулачной лиги. Чемпион какой кулачной лиги при объявлении не говорится почему-то. В случае с Тимуром, по-моему, говорится. Ты имеешь в виду вчера? При объявлении, да. И, ну, то есть, постоянно присутствует какое-то вот... Короче, верхушка айсберга. Она не хочет, чтобы Топдок себя чувствовал хорошо. Ну, а? Масоны. Масоны не хотят, чтобы Топдок расправил плечи. Ну, ничего страшного, Топдок и так справится. Типа, мы любим вызовы серьезных соперников. И даже масонов перевернем. И им все докажем и покажем. Да, просто, ну, ты говоришь, вот люди ждут, чтобы Топдок споткнулся. Но здесь, мне кажется, просто связано... Не, а масоны ждут. Вот эти самые. Люди любят Топдок. Просто, наверное, потому что, ну, ты периодически проговариваешь эту историю, опять же, ну, ты в своей позиции, находишься, и ты говоришь то, что нужно говорить, что там превосходство лиги и все остальное. Но при этом у тебя же есть мнение, что там кулачные бои это такая штука непредсказуемая, где каждый может выиграть каждого. Поэтому, наверное... И с победеноборством. Так, мысль. И как будто бы, ну, типа, тяжело вот так вот утверждать, что в любом более-менее противостоянии может, в данном случае Топдок выйти победителем в большинстве, например, вариантов. Любой может выиграть любого. Подразумевает еще и случайность какой-то, там, или элемент фарта, но есть и теория вероятности, есть статистика. И чисто статистически, то есть если говорить языком цифр, на бумаге, скажем так, то на бумаге я вижу не предвзято только со своей стороны Топдок фаворитов. В силу тех поединков, которые они показывают, в силу количества побед за пределами организации, которые вот могут и... Ну, было бы странно, если бы Топдок выигрывал абсолютно всегда. Но стоило Топдок вот один раз проиграть, сколько это обсуждений поднимает. Хорошо, что людей очень эта тема волнует. И хорошо, что, ну, есть какой-то противовес. Было бы скучно, если бы его совсем не было. Ты сегодня на турнире, я так понимаю, увиделся с Тимуром Никулиным. Мы же даже пообщались или нет? Вот так пообщались, я ему сказал, что он молодец, что давно уже вижу его самое сильное качество в его арсенале бойцовском. Это его терпение. Он типа пахарь. И он уже с очень серьезными людьми на самом деле успел повыступать, подраться. У него большой опыт. И благодаря этому опыту он знает главный секрет, что что бы там, какие бы тяжбы не приходилось, надо просто терпеть, вот так вот ехать, ехать. И ты доедешь дальше, чем мог бы, если бы ты просто сдался. Он в это твердо верит. И вообще, я считаю, это очень крутая история, что Тимур постоянно выходит. Постоянно там с каким-то вызовом, на который все считают, что у него нет шансов. Он как бы то ни было, но тем не менее, он пока непобежденный, вроде, насколько я понимаю, по боксу. А, по боксу, ну я не помню, что он проигрывал. Ну вот, там, по крайней мере, на РНТВ его объявили непобежденный, но там тоже рекорды рисуют интересные. А у Макс ВДВ-7-2, по-моему, до сих пор. Ну не, я считаю, что Тимур на самом деле молодец. И очень-очень много работает, и это приносит свои плоды. Я ему, в принципе, об этом и сказал. А ты его, как своего возможного соперника, тоже не рассматриваешь, как и он тебя. То есть он говорит это по причинам, что, типа, вы сейчас уже чуть в разных и ролях, и, ну, это подразумевает, что вы на разных сейчас уровнях находитесь, если бойцовский брать уровень. Насколько для тебя эта история такая тоже закрытая, призрачная? Нет, Даня четкий пацан, и, ну, он мне, моя цель была просто вот, ну, залететь. У меня к Дане вообще нет ничего личного, все пишут. Вот, ты наконец-таки встретишься с регбистом, дай ему нежданчик. Ребята, Никулин никогда не бьет нежданчики. Никулин ломает всех в ринге. Ну, мне неинтересно это. Насчет персня я бы с Даней подрался в Сено, не за 20 миллионов, а за бомбовые персня, ну, и, соответственно, и гонорар. Ну, Даня знает, какой. Но сейчас у нас с ним разные категории. Я чуть-чуть выше в плане спорта. Он в плане промоутера. Поэтому мы на наши пути разошлись. У них вечная история с Артемом Тарасовым. Но я думаю, Тёмыч Риманович его нокаутирует. Хотя Даня будет со мной тренироваться. Как ты умеешь, знаешь, одновременно и выразить респект человеку, и закончить фразу. Я думаю, Артем его нокаутирует. Ну, просто вы должны понимать, Артем Тарасов – это другой уровень. Это уровень ракеты, которая летает, летит и испытает всех на своем пути. Слушай, ну, мне бы хотелось, у меня была такая идея, и так как бы она и сейчас есть, чтобы когда-то подраться там с Тимуром Никулиным. Но если объективно оценивать ситуацию, то это все-таки очевидная правда, которую глупо отрицать, что сейчас мы находимся на немножко разном. В плане того, кто на каком ходу находится, у кого какая сейчас есть боевая практика. И мне было бы интересно провести такой бой, но не в позиции какого-то явного андердога. Это же наоборот, нет? Вроде даже… А? Ну, это же наоборот, как будто бы людям больше нравится выходить, когда в тебя особо никто не верит. Потому что в случае с Тарасовым, например, ты был явным фаворитом, и тебе как будто бы это… ну, тебя это не очень устраивало, ты там пытался найти какие-то баллы, Артем. Мне неинтересно выходить явным андердогом не в чужих глазах, а в своих. А, ты даже в себя, да, в этом бою ты как бы… Нет, я… Я не то, что в себя не верю, но я просто считаю, что сейчас у нас действительно, ну, разные уровни, которые не получится просто вот так вот взять все дела, отложить, которые у меня не получается отложить, даже тупо самому по себе отдохнуть. И за два месяца нивелировать вот это вот все. Как бы выйти на такой уровень, хотя бы там провести какие-то поединки и на нормальных ходах, это было бы мне интересно. А вот так вот, не теряясь опять там два года, заявлять, что типа я сейчас выйду и просто сразу же щелкну Тимура Никулина, при том, что человек постоянно тренируется, а мне нужен для этого вот так вот выпадать из рабочего процесса. Ну, это будет не совсем честно. Типа я вижу, как работает Тимур Никулин, я вижу его сильные стороны, вижу, что он может терпеть, он может перетерпеть, и когда я по нему попаду. Он очень хорошо дышит. У него, типа, на данный момент сильных сторон у Никулина больше. Вот и все. И если у меня будет в жизни возможность, чтобы свои какие-то плюсы и минусы подрихтовать, то мне было бы интересно выходить на этот бой. А сейчас, типа, просто за каким-то громким вызовом гнаться, ну, типа, я считаю, это не было бы неправильно. Просто устраивать такой бой ради боя. Ну, конкурентный бой ему дать было бы интересно. На данный момент я не могу из рабочего процесса вырваться и уверять, что это так и будет. И вот мне интересно, сейчас Артем Тарасов появился у вас на турнире, и опять как-то, ну, не то, что опять, нет, не опять плохое слово, а ты его как-то склонил, увел от боя по ММА и завел его в голые кулаки, и Артем, ну, как бы на это подписался, по сути, но вы же договаривались изначально, что будет бой по ММА, или... Я ему никуда не склонял, если честно, я не уводил, это было его желание. Я ему сказал, что, типа, ну, есть, реально сейчас очень много работаем, ну, как бы, мне кажется, это видно, что ТОПДОК сейчас работает гораздо больше, чем работал раньше. И я гораздо больше вовлечен в процесс, чем это было раньше. И плюс, ну, по руке, как бы, там нету какого-то стопроцентного, и туда тоже за два месяца, вот так вот два месяца походить на борьбу, чтобы драться с Артемом Тарасовым, потому что три года не бил ни ногами, ни с кем не боролся, это тоже, ну, мне кажется, неправильно. Я ответственно подхожу к боям. Мне не хочется просто выходить, что-то там, на как попало делать, надеяться на какую-то удачу. Мне хочется выходить на бои, зная, что, типа, я сейчас выиграю. Я ему об этом говорил, и говорил, что мы с тобой подеремся, понимаем, я от своих слов не отказываюсь, но когда это произойдет, я не могу сказать, потому что у меня тупо нет возможности к этому бою нормально готовиться. Он захотел без очереди, вот, чтобы мне не нужно было тратить время на подготовку, уже вот на вот таких вот правилах, те же, что и были. Но при этом у меня есть цель, что я хочу подраться на кулаках. И уже в один раз он о перчатках подрался, это на слишком долго меня из колеи выбило. Там зрители сами начали скандировать про кулаки. Артем сам на это согласился. И даже его вот это вот согласие, даже что все на самом деле направлено на то, чтобы наш бой состоялся, я не могу сказать, когда он состоится, потому что у меня просто не получается вырваться из вот этой вот рабочей рутины. Вот это меня немножечко... Ну, мне нравится работать, и мне нравится, как сейчас все развивается, но опасаюсь, что тяжело будет бойцом потом становиться. Раньше у меня не было таких опасений. А сейчас, как бы, я не знаю, как мне надо вот отвлечься от топ-дога, чтобы снова бойца перепрофилироваться. Но, тем не менее, у меня уже два боя тут в очереди, которые я человеку должен. Поэтому как-то, да, придется. Это изыскивать возможности. Буду стараться это сделать в максимально короткие сроки. То есть, отстала риторика похожа на риторику Анатолия где-то полтора года назад, когда он как раз по той же причине не состоялось ваше какое-то противостояние, потому что, ну, есть дела помимо этого. И сейчас, в принципе, у тебя плюс-минус такое объяснение. Да, только тогда Анатолий сам газовал, а потом сам эту риторику начал применять. А я сейчас ни на кого не газовал, ни на какие бои не вызывал. Я просто вот, ну, люди хотят со мной драться. Я говорю, пацаны, я, типа, хотел, с большим удовольствием бы это сделал, но тупо не получается пока это сделать. А не так, что я давай-давай драться, мне со мной люди соглашаются, и я потом начинаю рассказывать, что, знаете, у меня, на самом деле, такой плотный график. Это, ну, в этом я вижу разницу в этих ситуациях. Но причины схожие, да.